я вас приветствую на канале степан холера мы продолжаем играть фермер симулятор 19 и сегодня будем продолжать работать и на полях и на теплицах и в общем я знаете что я хотел немножко было пропустить времени пойти отдохнуть наконец-таки но не сегодня не сегодня потому что у нас просто масса работы и пропускать время или даже не так спать наверное спать это просто преступление вот нам нужно некоторые работы выполнить буквально вот сегодня а потом уже может быть мы и при корнем часиков 3 ночи так давайте выгружать хорошо выгрузилась вот мне я уже говорил по моему да такое что мне нравится вот эта реализация визуальная вот не просто в процентах смотрите мы выгрузили да и поддоны визуально мы сразу же видим сколько здесь поддонов мы проезжаем и наблюдаем это просто класс вот бы все так мододела делали вот ну или можем зайти посмотреть в процентах 86 процентов поддонов топлива 131 воды привезли навоз остался нам и тогда зеленый перец начнет работать так и здесь у нас продолжается производство смотрите да тоже видим что один поддон остался то есть сюда нужно привозить но или можем опять-таки глянуть убедиться что 40 процентов всего-навсего топлива 570 вода и так далее и тому подобное вот но я сейчас не это хотел а хотел вот что сделать чтобы не добираться очень долго давайте мы переместим грузовик спросим его и прицепчик тоже сбросим вот и окажемся в магазине который по моему будет работать еще четыре минуты то есть нам нужно поскорее отсюда убираться или до завтра придется здесь ночевать но не знаю как ночевать но по крайней мере машину точно мы отсюда не высвали вот я приобрел несколько вот таких вот бочек с топливом давайте мы закинем и отвезем то же самое на тепличке вот они относительно дешевые сравнительно дешевые по-моему там у них даже топлива есть если я не ошибаюсь но мы сейчас будем проезжать мимо заправки если что заедем посмотрим так в общем успели на последних минут до менеджеры уже там жмутся уже хотят домой уже нервничают хотя они тут никогда не притуждались особо вот я тут первую бочку когда покупал думаю наверное я не успею и вытащил ее даже за ворота чтобы хотя бы одну бочку отвести и у нас это тепличка ну чтоб завтра с утра она заработала только мария продаст нам навоз мы мгновенно тогда сможем привести его и запустить теплицу так отсоединить закрепить ремешки почти да по крайней мере две бочки не должны выпасть хорошо погнали погнали заправим это все и посмотрим но есть там работа я купил помните в прошлой части мы купили трактор белорус 2033 по моему там что-то такое или 2020 в общем белорусскому купили купили также установили на него тонкие шины для того чтобы наши посевы не вытаптывать вот но проблема в том что у удобрялки широченные шины и они все это удобрялка все равно вытаптывает так ну это да это мы заправляем скорее всего топлива там есть да вот поэтому мне пришлось снова таки ехать магазин и купить еще одну удобрял уже навесную наш трактор который на посевах в основном будет использоваться и на удобрение ну и сегодня мы тоже поработаем пока посевы не очень большие чтоб вот реально его не вытоптать и потом же на том же тракторе будем использовать что-то тут вообще удобрялку для того чтобы удобрить сою которая даже не думала заходить еще вот я уже знаете начинаю немножко так беспокоиться потому что знаю что такой вариант не исключен что у нас она вообще не взойдет и придется или пересевать или под пары и оставлять посмотрим посмотрим я даже охрип немножко от волнения столько работы было сделано на наших полях и чтобы 5 все псу под хвост буквально но как-то не хотелось бы можем попробовать что тут у нас первая до . разгрузиться здесь закрыть крышу поддоны наверное нужно вручную а нет исчезла до до исчезла самого отлично даже не нужно снимать их да прям все это что-то тут какой-то этот смотрите да что-то немножко не то было 900 там 4 штуки по 200 1200 топлива 600 100 процентов то есть сюда нужно все-таки бросать вручную или или иначе они просто исчезает все так но магазин уже скорее всего закрыт и туда мы уже не попадем чтобы перевести и во вторую тоже давайте глянем конечно нет открыт да ладно говорили же где-то давайте может почитаем что ли где тут во сколько он открывается закрывается агротехника 22 6 до 22 там у нас времени вагон просто значит еще привезем 2 а может быть и не 2 может быть даже больше привезем и поставим пускай там стоят рядом классно что 6 мне понравилось я чё-то думал что с до 8 вот они говорят нифига мы работаем как китайцы так давайте берем вторую ну штучки 4 нужно взять и потом подливать наверно 5 штук возьмем вот и смотрите тут у нас кстати да поддоны можем покупать картон но это мы с вами видели и вот кто-то спрашивал а где же брать динамит так вот он вот он динамит когда мы наиграемся и ферма нам надоест мы купим динамит везде все позакладываем и взорвем а потом еще бензином это все обольем представляете это будет праздник классно что они как-то сами сами стают так как надо было бы еще лучше если бы не сами подбирались вот но не все же коту масленица правильно кстати как вы масленицу встретили блинов объелись я почему-то за нее вспомнил уже тогда когда она прошла да не как эти смотрите как ваньки встаньки в общем в этом году пролетел с масленицей не повезло может наоборот повезло лишний вес он наверное никого не украшает и мы же тут с вами не борцы сумма чтобы дам блинами объедаться а потом где-то использовать этот лишний вес чтобы хотя бы хоть какая-то видимость вот я решил знаете что я решил записывать все почти подряд помните мы с вами в самом начале говорили что на этой карте мы будем где-то около 30 серий я так и думаю что 30 серий так оно и останется но я буду записывать все работы которые мы тут с вами выполняем уложимся в 30 серий хорошо не уложимся поведем голосование или продолжим или переедем куда-то в другое место чтобы не было такого что я какие-то работы выполняю за кадром а вы говорите а мы хотели посмотреть это все то что ты там делаешь а давай там ты не будешь вырезать и так далее ну то есть всегда кто-то найдется чем-то недовольным это время я все равно по-любому хоть так хоть так все равно его трачу кроме того еще и на монтаж нужно будет тратить для того чтобы вырезать где-то что-то а так мы спокойно с вами поговорим что-то сделаем что успеем то и то и успеем не успеем так и фиксить короче говоря сегодняшнего дня мы пишем буквально все делаем что видим так там у нас полно сюда мы не заезжаем туда не заезжаем вот сюда за решаем потихоньку понемножку все работы мы сделаем и тогда в общем-то будем знать что у нас все сделано мы сами это делали мы все это сами видели как-то вытащить бы ее или выкинуть вот так вот классно прям как поплавки на воде вот обычно с бочками с топливом так не поступают да так не бросаются все прекрасно эти бочечки у нас будут стоять где-то рядом с каждой тепличкой чтобы можно было потом подъехать подкинуть немножко топлива но я думаю что хватит нам топлива примерно на день или на сутки полностью работы подольем значит еще на пол суток будет проверим посмотрим и если вдруг что не так мы всегда сможем привести десяток возле каждой теплицы поставить и потом только приходить ковырять носком почву смотреть не засохло ли тут что-нибудь и все да так поддоны но тут все готово кроме ну вот навоза можно запускаться навоз вода топлива поддонов сюда нужно притащить и тоже можно будет запускаться хорошо давайте еще раз мы так провернем немножко укоротим так и пока не так еще темно давайте вот она смотрите да такая вот у у нас удобрял очка вот такой вот трактор вот такая вот работа нужно поработать пока видно потому что завтра непонятно взойдет она еще больше вдруг будем вдруг затопчем да и вообще если работу нужно сделать сегодня завтра уже гулять или заниматься чем-то совершенно другим как там говорят сделал дело гулять смело вот я думаю что здесь даже можем легко отправить и этого и работника да на этом тракторе он сможет и с этой удобрял к я думаю что тоже без проблем справиться хотя мне охота самому на новом тракторе покататься он все-таки новый да в отличие от какого-нибудь там помните какого-нибудь бэушного такого трактора который мы могли купить там за копейки этот трактор все-таки новый не каждый день что-то новенькое покупаешь вот вспомните свои чувства когда вы купили что-то новое это может быть и телефон и да вообще все что угодно но я уж не говорю о том что новый компьютер или новый планшет вы его распаковываете это все там завернуто в целлофан вы его раздираете все это такое знаете на нем муха не сидела на этом планшете там на компьютере комплектующих до чем угодно приятно да и даже есть по моему какой-то вот тест по поводу там его нравится вам осматривать технические такие вот всякие новинки крутить там их из стороны в сторону разбираться как они работают и эта часть теста на того гуманитариевые технарь вы там или по-моему еще кто-то я уже давно читал это забыл но вот то врезалась память что если вам нравится вот вы взяли крутите в руках чтобы там не было не обязательно там новое но желательно вот то вы технарь если вы от этого получаете дикое удовольствие вот так и я купил новый трактор конечно же я на нем поработаю че должен давать его какому-то работнику непонятному который плевать хотел на этот трактор на меня на работу в общем-то на все но мы же с вами прекрасно знаем наше отношение к работе вот мы к сожалению не китайцы мы не турки мы вот такие вот как мы есть это неплохо это нехорошо это это нормально потому что все люди разные кто-то больше работает кто-то меньше нации имеется ввиду кого-то идея может быть какая-то знаете идея не разрушать не возвращаться в прошлое там не целовать там каких-то этих мумифицированных трупов там и так далее а развиваться по-моему это идея но просто суперская или вот сейчас в америке идея космос лет начинается да вот они полетят на марс полетят на луну они развивают космический туризм у них будет интернет всемировой кстати насчет интернета вроде бы как уже в этом году в америке можно будет использовать этот вседоступный интернет покупаете за 200 долларов там прибамбас выпускаю даже будет дороже ну типа такого роутера космического и раздаете этот вай-фай у себя уже дома я так понимаю это может быть я что-то ошибаюсь не так понял но вот суть в том что в любом туалете сарае погребе где угодно в саду в лугу вы притаскиваете с собой эту штуку и она принимает сигнал со спутника раздает вай-фай на ваши все мобильные на компьютер планшет приставку куда угодно то есть я вот тут вот могу сесть установить эту штуку она принимает сигнал и будет интернет все не нужны эти провайдеры там знаете всякие которые дерут цены но просто не по-божески но посмотрим посмотрим как это в америке отыграет и посмотрим как он у нас это все будет будет ли она вообще так погнали дальше в общем вот это вот идея мне очень нравится вот это и другие такие идеи которые позволяют развиваться не только людям конкретным но и государством тоже когда все люди в едином порыве работают на благо и себя и государства и она идет вперед а когда апеллирует прошлому что-то там какую-то фигню выдумывают непонятные какие-то идолы там какой-то ну просто какой-то бред как по мне то это не даст развития никакого государству это какое-то мракобесие возврат прошлое а прошлое еще никому никогда не приносило ничего хорошего потому что она уже прошло его нету она уже мертво все . посмотрите сколько тут этих бревен нужно будет по набирать часть сюда поехал я не знаю едва ползу я думал тут есть дорога может она есть нога я там на этот наехал на бревну ага вот она откуда она идет интересно эта дорога что-то вообще как-то стемнело вот а мы с вами прекрасно знаем да что нехорошая это примета ночью в лесу и в автомобиле или что еще хуже в багажнике кататься так ну тут поддонов не так-то и много когда значит ждем когда у нас поддоны насобираются накопятся брус есть все есть только останется с утра прийти поддоны собрать до собрать да я сейчас вот эти заберу и отвезти это все на теплички вот можем отсюда забрать кстати лишнего да вот тут реально дофига лишнего да ладно пускай стоит тут прицеп что тут у нас с брусом посмотрим по моему помните да я тоже помню этот аппарат бесплатно так тут сто процентов а тут семьдесят три то можем в принципе забрать не вопрос чтоб точно уже обеспечить работу нашего производства вот здесь тоже вот визуально видим что брус а куда деваются поддоны поддоны исчезают а мы их не ломаем можно было бы по второму разу по третьему десятому использовать классный аппарат кстати очень удобный намного удобнее чем на тракторе он ниже видите да на нем проще он верткий ну в общем то сделано как раз вот для того чтобы работать с поддонами со всякими грузами на складах там где мало места вот он такой компактный но тем не менее производительный классная штука нужно будет покупать в следующих летсплеях нужно будет брать такие штуки вы согласны четкие да так хорошо это мы сделали смотрите сколько мы сегодня уже успели сделать и осталось нам немножко нам нужно буквально еще два-три дерева срубить и привезти чтобы на ночь обеспечить работу нашего бруса производства если мы это не сделаем то он утром может остановиться он завод фабрика или как там вот поэтому местные немножко удивлены шумом бензопилы среди ночи считаю же и думает что я какой-то заводной как робот все уже отдыхают а я еще работаю мария помните она по моему вообще с 6 часов вечера уже ушла отдыхать так еще работница все 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 сучечки которые тут есть что вообще ничего не осталось а и 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 работа сосредоточены и даже особо не поговоришь потому что тебя же пила в руках нужно быть очень осторожным чтобы лишнего не отрезать видите как как я плющик и на так хорошо посмотрим теперь насколько мы тут хорошо это все убрали всесучья и вот и нам бревна вы помните да что все равно как их резать можем короткие можем длинные нам все равно потому что от этого ничего не зависит так запустить загрузку вправо да давайте вправо прекрасно прям как в сказке ну-ка дрова собирайтесь сами и они собрались вот и завтра если у нас появится брусья а они я думаю что появится завтра мы их будем продавать потому что мне нужны деньги денег вообще мало осталось смотреть всего ничего хорошо теперь здесь все хорошо полно работы для наших работников 44 да нормально хватит на ночь хватит поддонные брусья щепы 71 завтра нужно будет подумать что делать со щепой то ли и куда-то продавать то ли и собирать и ожидать когда будет цена 109 самая высокая цена которая здесь была мне она не очень нравится потому что 105 по моему это обыкновенная а по большому спросу 109 и честно говоря как-то не очень так ну что друзья я пожалуй пойду теперь отдыхать мы все сделали что могли и собственно остается только ждать когда у нас что там нас с этим с урожаем получится что там с бревнами щепой поддонами брусьями и так далее в общем погнал я пройдусь как раз пол девятого вечера нормально отдохну от этого шума автомобилей тракторов от грязи и пыли потихоньку пойду домой посижу полюбуюсь на то как пчелы летают подышу свежим воздухом весенним всем пока